Я представляю команду Бейкон. Мы помогаем Реклеву снижать очереди и увеличивать выручку их магазина. Давайте перейдем к проблемам. Основная проблема Реклева это очереди. Из очередей магазин теряет до 12% выручки. Откуда взяли мы эту цифру? С одним из наших клиентов мы провели следующее исследование. Повесили камеры на вход и узнали, что при виде очереди 12% людей идут сразу же в другой магазин. Также есть следующие проблемы. Это снижение среднего чека и клиенты реже возвращаются в магазин. Поэтому у нас появилась идея разработать решение, которое позволит расширить узкое место при оплате. Это корзина роботов, которая помогает как раз совершать покупки самостоятельно. Как это работает? Представьте, что вы пришли в магазин, авторизовались с помощью такой корзины, прошли торговый зал и начали складывать товары. Вам не нужно сканировать штрих-коды на товаре, вы просто складываете как обычно, а видеоаналитика и камеры, которые стоят внутри корзины, сканируют данный товар и отправляют сразу же на ваш смартфон. На выходе вам остается провести оплату и выйти через специальный турникер. Таким образом, вам не нужно сдать в очереди, вы просто решаете покупки и ведете по своим делам. Давайте перейдем к трендам рынка касса самообслуживания. К трендам рынка мы ориентируемся на касса самообслуживания, которые растут и в 2021 году их показатель вырастет на 44% в мировом масштабе. Для нас это прямой показатель того, что рынок технологий, рынок ритейл готов к новым технологиям. Объем рынка мы исчисляем в количестве магазинов. Больше всего нас интересует рынок Европы и США. Мы планируем за 5 лет занять 1% рынка. И как мы, собственно, это сделаем? С помощью правильной модели монетизации. Проще всего представить нашу модель монетизации. Можно на примере домашнего интернета. Магазин приобретает оборудование по себестоимости и оплачивает абонентскую оплату за обслуживание системы. Также у нас есть конкуренты. Мы это понимаем. Компания НСЯ – это касса самообслуживания. По нашему мнению, основной минус этого решения – это стоимость, которая сейчас в России не окупается. И второе – это дополнительный персонал, который нужен для обслуживания этой системы. Следующее решение – это скангол и приложение в телефоне. По нашему мнению, основной минус данного решения – то, что пользователи либо забывают сканировать товары, либо есть такая системная дырка. Как она выглядит? Если отсканировать масло за 50 рублей, положить за 100 рублей, то система это не увидит. В нашем случае такого не произойдет. Ну и, конечно же, пионеры нашей отрасли – это Amazon Go, это магазины без кассиров. Собственно, основной минус данного решения – это стоимость. Стоимость одного магазина составляет от 4 до 8 миллионов долларов, что является достаточно высокой ценой. Стадия проекции. Сейчас ведем переговоры с несколькими компаниями на проведение платного пилота. Также есть возможность провести бесплатный в X5, но все-таки ищут на платный долг. Наша команда, я отвечаю за продажи. У нас два чемпиона мира по параллельному программированию. Есть финансовый директор и Артем сейчас занимается продажами в Америке. Собственно, ищем 6 миллионов рублей для проведения, для открытия платного магазина. Мы уже привлекли 6 миллионов. И требуется еще 6, чтобы полностью открыть магазин. Мои контакты на экране. Всем спасибо за внимание. Спасибо. Игорь, как идут переговоры? Как вас... Как идут переговоры у вас с внедрением именно с пилотом? И что в Штатах получается? Смотрите, по пилоту мы сейчас обсуждаем, как мы будем внедряться в один из магазинов. Решили пока начать с одного из предыдущих решений. У нас есть два решения. И как только мы отместируем его, то перейдем к текущему, которое я сегодня рассказывал. Это касаемо внедрения по Штатам. Пока, так скажем, отклики, которые мы получили, они на стадии только-только начала переговоров. Поэтому, я думаю, может быть, в течение этого месяца, через следующего мы получим уже реальный фидбэк, который надо понять, готово все-таки у предпринимателей в Америке поставить решение. А конкурентные решения там есть в Штатах? Да, конкурентные решения есть. Да, конечно. Standard Cognition, по сути, это аналог Amazon Go. Они очень активно, они сейчас стартап, который на A-Roundе с капитализацией в 40 миллионов долларов. Также есть компания Aifi. Они, по сути, тоже являются аналогом Amazon Go. И сейчас находятся на C-Round, они получили 6 миллионов долларов. А Yelp Standard Cognition проходил Yelp Combinator. Ну, вот, собственно, это два конкурентов. На китайском рынке есть компания Bingobox. Они являются косвенным конкурентом, развивают вагончики самообслуживания. И спасибо. Спасибо. Подскажи, пожалуйста, это какая у тебя презентация получается? Инвестиционная? Или... Ну, у нас сегодня просто не было какой-то конкретной. Подскажи. Да, инвестиционная. Дело в том, что мы выиграли приз на InnoBit, и сейчас мы ищем дополнительное финансирование для открытия первого магазина в России без гассиров. Собственно, если у кого-то есть желание присоединиться, мы будем очень рады пообщаться на эту тему. Сколько ищите? Сколько ищите? 6 миллионов. Сейчас требуется еще дополнительное 6. Ага. Смотрите, внутри картины сейчас встроены 4 камеры, и они работают с помощью искусственного интеллекта. То есть, в момент, когда мы складываем товары, нам не нужно сканировать QR-код, 4-код на товарик, мы просто складываем, и система сама понимает, какой вы положен товар. Каким образом отправлять данные сразу в смартфон? Наверное, об этой хишке надо говорить прежде всего. Собственно, в этом есть ключевой момент проекта. Ну, так, на самом деле, да. Прикольно. Действие заработает. Заработает. А еще какие-то вопросы есть? Ну, эксперимент, да. Мы хотим узнать, как там будет. По результату пилота, да. В общем, это будет. Да. Всем будет интересно, что у вас получится. А какая у вас точность? Точность у вас классификации какая у вас? То есть, я так понимаю, что должно быть там 9 и 9 девяток в конце, иначе там положит одно, да, пробьется другое. То есть, должна какая-то там большая точность, потому что там все отразится на убытках. Я понимаю, на данный момент 99. То есть, один процент у вас сбоев на 99% попаданий, правильно понимаю? Да, я понимаю. Спасибо. И один момент. Этот слайд с, как его он, инвестициями. Перекинь его сейчас. Покажи нам. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...